Почему иногда стоит нам только начать играть в какую-нибудь новую игру, нам сразу начинает нравиться нахождение в её мире? Мы хотим, чтобы мир был последовательным, развивающимся, обладал особой атмосферой, чтобы законы, по которым он живёт, выглядели правдоподобно и объяснялись понятной логикой. В этом видео я постараюсь показать то, как строится мир Destiny, что в нём работает в пользу игрока и как он меняется. В качестве сопроводительного футажа я буду использовать как пейзажи уже имеющихся в игре локаций, так и концепты, которые помогут наглядно показать то, что я имею в виду. Меня зовут Иван Джонни Лейни, начинаем. Под развитием мира я подразумеваю то, что мир должен определяться особыми законами, по которым он живёт в игре. И обязательно эти законы должны быть понятны игроку наглядно. Если мы говорим о стражах, как о воинах со сверхъестественными способностями, мы должны объяснить, откуда они появились. Для этого есть странник и призраки. Этой же логике поддаются и мелкие ивенты и находки, из которых и складывается мир. Если игрок бежит по пляжу, он должен оставлять на песке следы, потому что это позволит игроку самостоятельно формировать мир. И хоть это незначительное изменение, и оно быстро может исчезнуть, оно важное. То же самое правило работает и для самого мира. Представьте себе камень, который ненадёжно лежит на вершине холма. Если поднимется сильный ветер, мы ждём, что этот камень может рухнуть вниз. Трава, на которую упадёт камень, будет стёрта, примята в местах, где он прокатился. Молодые ростки будут уничтожены. Если мы играем в игру, в которой нет физики ветра, мы не увидим, как гнутся кроны деревьев, как поднимается пыль и как развивается наш плащ на бегу. Это разочаровывает и отрывает нас от мира. Реакция на глобальные события со стороны персонажей в их репликах и в поведении, такая же ожидаемая вещь, которая связывает мир в одно целое. В Destiny 2 этот метод развития мира работает для большинства глобальных событий и особым образом держит игрока в качестве связующего звена в ключевых событиях. К примеру, после выхода дополнения «Отвергнутые» и наших попыток сбросить проклятие с города грёз, в репликах большинства NPC можно услышать диалоги, обращённые к игроку, в которых они уделяют внимание этому событию. «Слышал, на досуге ты борешься с ветряными мельницами, на кой тебе сдалось проклятие в городе грёз?» «Сделай всё возможное, чтобы сдержать напасть охвативших город грёз. Нам здесь такое ни к чему, спасибо». Такие вещи не требуют со стороны разработчика больших усилий, однако для игрока такие штрихи могут оказаться значительными, и это работает ничуть не хуже какой-нибудь полноценной кат-сцены. Действия игрока замечены, они важны для героев, живущих в этом мире, а значит, он напрямую влияет на его развитие, он полноправный его участник. Но куда более заметным образом работает глобальное изменение мира игры после каких-нибудь активностей игрока. Как только первая команда из шести человек закрывает новый рейд, меняется мир. Проклятие города грёз меняет фазу, когда мы убиваем вечный разум во время активности атак овексов в Чёрном Саду. Мы неким образом ломаем время и приближаем флот пирамид к нашей системе, о чём затем узнаём в следующих сезонах. Авангард собирается обратиться к Распутину, поднимаются все силы к отражению атаки. Весь мир реагирует на столь страшное событие. Повторюсь, это важно, и это заметно для игрока. Когда, к примеру, в Скайрим появляются драконы по всему миру, никакой реакции самого мира практически нет. Она минимальна. Пара реплики и всё. В остальном города продолжают оставаться неизменными. И это разрушает значимость действий игрока. Но это всё не значит для окружения ничего. Представьте, насколько более живым станет мир, когда горожане начнут рассказывать о том, как они видели дракона своими глазами. Или если бы некоторые торговые пути стали бы слишком опасными из-за риска нападения чудовища, и часть провизии сильно бы подорожала. Или если бы и вовсе какие-то поселения сгорели дотла, вы бы ощущали, что мир меняется ввиду этой катастрофы, и что вы можете на это повлиять. Не так ли? Подытоживая эту мысль, динамика должна быть как в глобальном плане, так и в мелочах. Вы убили древнего монстра, персонажи хвалят вас за это, а враги боятся. Намерно двигается страшная угроза, все силы, не только игрока, но и других персонажей, брошены на то, чтобы противостоять злу. Когда мы рассказываем друзьям о новой игре, которая нам понравилась, мы часто используем весьма расплывчатый комплимент. Эта игра такая атмосферная! Окей, но что это значит? Любая игра атмосферная, если она затягивает тебя. А может ли быть одна игра атмосфернее другой? Обратимся к примерам. Я уже рассказывал вам, насколько велика роль художников, работающих над концепт-артами к игре. В том, каким в итоге окажется мир этой самой игры. Задача состоит в том, чтобы создать такие изображения, которые заинтересуют зрителя, заставят рассматривать героев или локации. И уже на этапе статичной картинки дадут зрителю базовое представление о мире и вызовут желание в нем оказаться. Например, как этот арт. Причудливая конструкция на переднем плане, космические корабли на заднем. Это мир фантастики, в нем есть то, чего вы не встретите в нашем. Этим он и заинтересовывает зрителя. Но при том, земля и небо отрисованы просто максимально реалистично, что срабатывает как крючок. Легко узнаваемые пейзажи и образы, которые служат фоном для причудливых явлений, делают происходящее более реальным. Тут нет слишком надуманной драмы. Небо не алого цвета, в нем нет какой-нибудь портальной воронки, а трава на земле не голубого цвета. Это все появится в игре, но потом, когда игра познакомит с миром через связующие звенья от реального к фантастическому. Развитие истории оригинальной игры и сиквела строится по абсолютно той же схеме. Вы очнулись на космодроме в старой России, в реальной стране. Вы видите обломки ангаров, кладбище боингов, на которых сами летали десятки раз. Затем встречаете противников и стреляете из довольно похожего на автоматы нашего времени оружия. Потом встречаете технику пришельцев, корабли и так далее. А финальная миссия в итоге приведет вас в место, не указанное на карте галактики, магический черный сад, где вы сразитесь с роботами и уничтожите древний артефакт сердца черного сада. Ни одну деталь в событиях этой миссии нельзя назвать реальной. Но вы ее таковой ощущаете, потому что мир знакомил вас с этим очень осторожно и до последнего не разрывал нить к реальным предметам и мирам. Потому, глядя на этот арт, вы легко представите дуновение ветра или услышите редкое пение птиц. Но кроме этого, вам будет интересно, издает ли это сооружение какие-то звуки, звуки, которые вам не знакомы. Вас волнует это ощущение, так что можно сказать, что атмосфера – это ощущение определенного места в мире. В игре этого ощущения можно добиться несколькими способами. Первый и самый важный – через окружающий звук. Игрок, запускающий вашу игру, находится во вполне реальном физическом месте, которое имеет свой собственный окружающий шум. И порой этот шум может быть довольно громким. Так что, если в вашем мире недостаточно окружающего шума, или ему уделено мало внимания, то это не только логически бессмысленно, но и губительно скажется на опыте игрока. Из мира, который вы пытаетесь выстроить, его постоянно будут вытягивать в его собственный мир. Потому вам либо нужно строить звук вокруг своего полностью фантастического мира более насыщенным, либо использовать те самые нити от реального мира с его звуками к вашему вымышленному, что гораздо сложнее, нужно признаться. Заполнение тишины является самой важной вещью, которую нужно сделать ради построения той самой атмосферы. Эмбиент – это одна из вещей, которая уделяет особое внимание даже небольшие инди-проекты. Звук – это то, чем вы можете продать свою игру даже самым простым геймплеем. Но о звуке сейчас подробно не будем, я уже готовлю отдельное большое видео о нём. Атмосфера мира может складываться из шума не только аудиального, но и визуального. Картинка на экране не должна быть статичной никогда, даже в период бездействия игрока. Мерцающий свет фонаря или костра отбрасывает тени на здание, трава колышется ветром в разных направлениях и так далее. То есть, это снова возвращает нас к первой части этого видео. Динамики и последовательности мира. Если вы просто прилетите на любую локацию на планете и останетесь стоять на месте, вполне вероятно, скоро там начнётся открытое публичное мероприятие. Или пролетит корабль противника. Это всё небольшие события, но они как раз и создают последовательный мир и тот самый шум. Именно поэтому публичное открытое мероприятие всегда видно с точки высадки. Куда бы вы ни шли, скорее всего, вы либо будете проходить мимо флага и зарядите себе ульту и получите патроны, либо решите «Эй, я могу поучаствовать в этом ивенте сейчас, это займёт немного времени». Мы уже разобрались, что действия игрока должны менять мир, ну или получать хоть какой-то отклик. Разобрались и с тем, что мир должен поступательно знакомить игрока с законами, по которым он живёт. Это даст понять игроку, что ожидать от этого мира. Замыкающим звеном станут возможности игрока. То есть парастор для его действий. Он строится на двух столпах. Цивилизация и природа. То, что я подразумеваю под цивилизацией, это общество, коммуны, лагеря, города. Этим определяется отношение между персонажами. Например, пробудившиеся не особо рады были принимать нашего стража в гости на рифе, своей портовой локации. Однако затем отношения с ними развивались и в итоге мы оказались в самом сердце их секретов. В городе грёз. И узнали о Ривен, о Хамкаре, которую прятала королева долгие годы. На рифе в первой части мы можем встретить торговца Варикса, падшего, который представлял расу враждебную для нас. Но его отношения с жителями рифа были дружескими, и он помогал нам. Во второй части наше сотрудничество с падшими продолжилось на спутанных берегах, благодаря оборону-пауку. Такими социальными связями Дейстони пронизана, начиная с самого старта. Часть из них, надо признаться, зашла в тупик, но многие из них продолжают развиваться, и на каждую, так или иначе, влияет игрок. Природа же, это всё, из чего состоит вселенная. Её география, климат, а также флора и фауна. Всё это способствует общему гостеприимству мира. Давайте возьмём для примера не первую часть, а начало второй. Игрок выбирается из руин города. Обессиленный. Он утратил свои способности и потерял оружие. Но он на земле. На знакомой планете, со знакомой фауной и физикой. Мы пробираемся по пересечённой местности, избегая патрулей смертельных для нас существ. Выходим в горы, которые в нашем положении кажутся практически непроходимыми. Как главный герой выберется из столь сложной ситуации? Это начало настоящего приключения, и оно зовёт. Вскоре мы встречаем птицу, которая выведет нас к небольшому поселению, деревушке, которая также легко определится в нашем сознании, как островок безопасности и спокойствия. Тут мы можем поискать скрытые послания или пообщаться с обитателями. А можем развлечься, поиграв в футбол, потому что настроение этого места располагает к этому. Это и есть последовательность мира от природы. Итак, вот к чему мы пришли. Три вещи, которые делают мир Destiny столь живым и притягательным. Динамика, способность миров меняться и изменяться как за счёт собственных законов, так и за счёт действий игрока. Примером этого может быть найденное хранилище с арсеналом в башне, или открытие новой территории в городе грёз в результате ослабления проклятия. В идеале, всё это также находит отражение в репликах других персонажей и влияет на экономику игры. Например, раньше ты собирал ресурсы планет, выполняя контракты, но поскольку теперь у тебя завязались тесные деловые отношения с бароном спутанных берегов, ты можешь закупаться у него. Главное, чтобы это выглядело правдоподобно. Второй пункт – атмосфера. Шум мира, окружающий нас шум, заполняющий тишину. Не только звук, не только музыка, но и визуальный шум. Волны, ветер, свет, пыль. Этим игра продолжает держать вас в своём мире и не даёт иллюзии разрушиться. Ну и возможности. Потенциал мира для большого количества интересных активностей. Возможности, вытекающие из цивилизации, например, торговля с новыми персонажами и доступ в тронный зал королевы после услуги. И возможности от природы. Взаимодействие с окружающей средой, к примеру, для получения новых способностей. Если мир, который призван объединять миллионы людей, давать им прикоснуться к новым технологиям, знакомить с фантастическими монстрами, не ведёт себя логично и не развивается правдоподобно, то он быстро потеряет внимание игрока. Вы не можете объяснить, как летает большой дракон на маленьких куриных крыльях, сообщением о том, что... Ну, это же игра в жанре фантастики. Игрок этому не поверит. Помните, что мир должен уметь объяснять, и у него должны быть эти крючки к реальному миру для понятности. Отчасти становятся проблемой те моменты, когда многие игроки, не находя логичного объяснения какому-то событию, бросают игру, говоря о непоследовательном повествовании. Но они просто не знали, что объяснение есть, далеко в записях лора, и это единственное критичное упущение, на мой взгляд, касательно того, как выстраивается мир Destiny сегодня. Но, по заверениям разработчика, над этим ведётся большая работа. Надеюсь, вам было интересно коснуться этой темы, и если вы досмотрели ролик до конца, не забудьте поставить лайк, проверить, подписаны ли вы на мой канал, и напишите в комментариях, что думаете. От вашей реакции и активности под этим видео будет зависеть, продолжит ли появляться на канале подобный оригинальный контент или нет. Спасибо за просмотр. Титры.